Всем привет, бродяги! Я опять в аномальной зоне Сталкера Онлайна. Я нахожусь вот около мастера. Это локация ЛВЗ. Ну, в Везуви, конечно, и вот такая мини-локация ЛВЗ. Хочу сбегать, сдать пару квестов, ну и вообще побродить здесь. Я узнал, что один доктор даёт загадку. Это обычный леший. В общем, я узнал, что один доктор даёт загадку. Это, кажется, доктор Ватман. Да, он сидит на отшибе тут вот. В самом углу карты. В общем, я хочу к нему сбегать, но сначала я наверное, до рябинки добегу. Тем более тут рядом. Сдам квест блокбастер. Почему бы и нет. А там уже решу. Посмотрим, может быть, что-то изменится. Да, вот, конечно, сразу выход. И можно к учёным пройти. Но там я не пройду. Там укрепка. Укрепка Спарты. Завалят они меня. Там, конечно, я лучше к учёным сбегал. Вон, видите, Спарта. Но придётся сначала идти на рябинку, а потом в обход к учёным. Через другой проход. Тут я не пройду никак. Так, ну что, побежали. Я так подумал. По дороге вот тут пробегу. А потом тут срежу. Почему бы и нет. О, выброс пепла кончился. Вроде когда только начинал ходочку, он был, а сейчас бац, резко. И его нет. Смотрите, какая классная погода. Что редко. Именно на Везувии. Ну вот, мне повезло. О, хозяин. На, отлично. Давайте. Хозяина заколбасим. Посмотрим. Может быть, голова будет. Мне интересует только голова медведя больше, в принципе. Что там интересного у него может быть. Даже не знаю. Ну, клыки Борову, кажется, ещё бывают. Всякие волосы. Ну, конечно. Самая эта голова медведя. Но ничего, даже ничего не нашёл. У меня обыск не прокачан. Я обыскиваю редко, поэтому у меня, в принципе, редко что и выпадает интересное. Ладно, бежим по дороге. Я думаю, тут уже можно сворачивать. Да, давайте. Резко свернём. Так, впереди сталкер. Разделает кабанов. Это хорошо. Я хочу быстренько сбегать на рябинку. И обратно. Мне как раз ещё скальпель нужно взять. У доктора. Как вы знаете, у Айболита. Там Айболит вроде сидит. Вот у него мне как раз это и нужно взять. И потом можно к хмырю опять вернуться. Пройти уже квест. Поднять немножко реп у бандитов. Так, ладно. Сталкер охотится на кабанов. Пусть охотится. Шкура, наверное, добывает. Скорее всего. А мы вот так вот по краешку, по краешку пройдём. Конечно бы тоже на кабанов поохотиться. Тут можно у Ахмеда же взять квест на 10 этих лапок. Лапок. На 10 лап кабана. Ну да. У меня с собой нет лап? Нет, нету. Всё, в баре спустил. Так, ладно. Бежим дальше. Так, ну что же. Кабан прям на дороге был. Я-то, в принципе, не хотел их особо стрелять. Ну, раз уж попался, давайте его разделаем. Блин, вот ещё один на меня нападает. Но, как я проверил на верлиоках, очень хорошо. Это экипировка, которая на мне защищает и от мутантов. Поэтому я особо не парюсь. Так, давайте разделываем очередного кабана. Может быть, действительно, 10 лап пока собрать. 10 ног кабана для Ахмеда. Ну, а почему бы и нет? Я как раз здесь тусую. Правда, сталкеры ещё другие бегают, стреляют. Кабанов. Так, надо ему 10, а у меня сколько? 4. О, 6. 6 ещё надо. Это, в принципе, нормально. Сейчас можно настрелять кабанчиков. Но давайте это и сделаем, так как я всё равно тут рядом нахожусь. Он репу у охотников как раз даёт. Все квесты, которые связаны с охотой, с добычей частей. Опа, стопэ. Я же где бегаю? Сталкер совсем уже забыл. Маску надо экипировать. Тут же споры. Да. Со спорами не поспоришь. Так, одели маску, теперь они не страшны. Так, ну что, идём вперёд. Я так думаю, я ещё сюда прибегу, поэтому... Можно взять квест, а лапы потом добыть. Лапы, блин. Почему лапы? Ноги. Ладно, погнали в рябинку. Сдадим блокбастер. Ну, там 40 тысяч, кажется, за него даётся. И опыт. Ну, опыт такой какой-то беспонтовый. Такие. Не особо интересные фракции. А вот очередной кабанчик. Так, отлично. Заколбасил кабанчика. Давайте разделаем. Природа тут, конечно, красивая. На Везувии. Грибы. Деревья. Мутанты. О, ещё две ноги. А вот ещё один кабанчик. Так, ну что, может быть, немножко потусовать? Тут уже у меня шесть ног, да? Да, шесть. А ему надо десять. По две ноги почему-то выпадает. Ну, это хорошо. Кто бы спорил. Давайте очередного кабанчика разделаем. Я так думаю, нужно всё-таки... Тогда уже потусовать здесь какое-то время. И убить ещё одного. А сколько тут ног? О, и тут две ноги. Прямо удачно. Ну что же, восемь ног у меня. Давайте ещё одного кабана найдём. Да. Я же не думал просто, что по две ноги будут выпадать. У кабанов бывает не выпадает. А тут вот так повезло. Надо куда-нибудь повыше залезть, чтобы было видно. А вот он. Вот он, дружок. Прямо на ловца и зверь бежит, как говорится. Иди ко мне, малыш. Ух ты. Убежать хотел? Не, не получится. От нас не уйдёшь. Так, давай-ка разделаем его. Давайте скриншотик сделаем на память. Тем более, тут такая погода хорошая. Грех этим не воспользоваться. Так, а что у него? Блин, а у него одна нога. Ну вот что, все кабаны попадались с двумя ногами, а у этого одна. Как же он на двух ногах? Да я ещё понимаю, можно ходить. Хотя вот на одной, как он прыгал, неизвестно. Ладно, давайте очередного кабана убьём. Так, ну, у него-то, надеюсь, будет нога очередная? Хотя бы одна. Мне много-то и не надо. Есть, и у него одна нога. Ну что же, я собрал 10 ног. Давайте сейчас вот пару скриншотиков забабаху. Погода тут, смотрите, какая великолепная. И местность тоже неплохая. Так, ну что же, я побаловался немножко, пофоткался. Так, всё. Погнали на рябинку. Ноги у меня с собой. Блин, ещё один кабан. Ну ладно, дружок, мы тебя заколбасим. Так, сало, ноги. Так, всё. Набегу я, в общем. К финну. Вот он. Экскаватор. Так, ну что, Ахмед, чем помочь? Тихо-тихо. Легко. Как скажешь. Ну вот, я собрал уже, и сейчас пройду этот квест. Я убил кабанов. Вот, конечности. Так, а что тут даётся? А, 15 тысяч плюс... У сталкеров на 100, у охотников на 20. Ну вот, нормально. Так, давайте возьмём скальпели. Блин, музыка это... Сейчас я поставлю на паузу, пообщаюсь ещё с персонажами, так как и музыка всё-таки нарушение прав и т.д. и т.п. Так, ну что, с персонажами поговорил. Скальпель я взял, как и планировал. Так, теперь мне нужно определиться, куда сходить. Да, я, наверное, опять на ЛВ завернусь. Отдам скальпель, завершу квест и побегу к доктору, к Ватману, который сидит вот где-то здесь на отшибе, вот здесь в квадрате, и 10 или К10, тут домики есть. Вот он тут где-то сидит. Он должен давать загадку. А я вот не знаю, право я у него загадку не брал. Не помню, если честно. Но проверить стоит. Поэтому погнали. Перед тем, как я, конечно, покину эту местность, я пробегу по берегу, а вдруг резинку найду. У меня одна лежит же в контейнере. Резина гамма. Ну, давайте пробежимся. Может быть, ещё что будет. Хотя, с другой стороны... О, стопэ, стопэ, я чуть не забыл. Я же сюда же не только прибежал за скальпелем, но нужно квест-блокбастер сдать. Давайте это и сделаем. Хорошо, Волин вспомнил. Так, пробежимся здесь. Посмотрим. Ну, давайте здесь тоже пройдёмся. Ну, а чё? Уж чё будет? Ах, от химических аномалий, конечно. Эта экипировка не особо хорошо защищает. По этому аптеку вколем. Так, ну, вроде ничего такого нету здесь. Ладно, давайте сбегаем к этим братьям, к братовским. Поговорим с ними. Вот отснятый материал. И вам всего хорошего. Ну что же, тут даётся 40 тысяч. Так, и репутация. У белого братства минус опять. У сталкеров на 50 уменьшается. У охотников на 50 уменьшается. Да, квест, конечно, не особо. Вот у наёмников на 50 увеличивается. У торговцев на 50. У барыг на 20 увеличивается. То есть у сталкеров уменьшается, блин. И у охотников. Не особо хороший квест. Ха-ха, сталкер пишет. Привет. А где он тут повыше? А, день добрый. Хороший видос. Суперишь по игре информативно. Я по ним играть учился. Молодец. Так, ну что же. Давайте пробежимся уже тогда. Здесь, может быть, что найдём. Раз уж я тут бегаю. Ну и, конечно, по тому берегу пробежимся. Ну, где у нас химические аномалии. Да, может быть, что и будет. Так, можно было, конечно, квест взять у этого, у доктора. Ну, не стал я. Блин, 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 оглушение. Так, ну вроде ничего нету. Давайте побежим дальше. Там за мной кто-то бежит. Кто же там за мной? А, паучок. Мари, членостоногая. Так, ладно, бежим дальше. Ну, сталкеры тут бегают. Я не думаю, что тут что-то я найду из артов. Но пробежаться стоит. Тем более здесь я. Блин, что-то сталкеров прям столько много знакомых. Давайте тоже ответим ему. И побежим дальше. Так, аномалия тут обойдем. Не спеша, торопиться нам некуда. Так, ну вроде ничего нету. Пусто здесь. Так, давайте посмотрим, что здесь. В химических аномалиях. Вроде тоже ничего нету. По крайней мере, я ничего не вижу. Так, ладно, что тут у нас? Наемники. Так, здесь пробежимся. Ну, давайте здесь аккуратно пробежимся, потому что химические аномалии для меня теперь враги. Хотя не для всех враги. Возьмем тут точку сохранения. Все-таки. Опа-опа-опа, немножко подлечимся. А вот и артефакт, смотрите. Ну, как я удачно зашел. Где он? Не вижу тебя. Ну, я его подберу сначала, а потом посмотрим, что за артефакт. Ну, скорее всего, это у нас резина. Так как здесь хим аномалии. Но вот какая резина, об этом мы узнаем чуть позже. Ну, давай, удиви меня. Резина альфа не удивила. Ну, кинем в контейнер. В общем. Так, что же, одна резина есть. А не начался ли респ резинок? А вот это было бы... О, смотрите, еще одна. Опа-опа-опа. А вот я удачно зашел. Две резины, это о чем-то уже говорит. Тем более, в таком месте, где сталкеры бегают часто. А может быть, действительно резинки начали респаться? Какая резина альфа? Да ладно. А ну-ка, давай-ка по зеленочкам быстренько прошвырнемся. Две резины, это хорошо. Так, вот мне сталкер что-то пишет. Ну, я не буду ему отвечать. Извини, чувак, не до тебя сейчас. Быстро на тот берег. Там может что-то путевое быть. Но и здесь, кстати, есть же у нас аномалии химические. Блин, я прям по ним иду. Может, что и будет? Так, две резины, это уже показатель. Так. Теперь деверлека надо автомат поставить. И зарядить, конечно. Так, надо шустрее на тот берег. Будем надеяться, там мне повезет. Если еще парочку резин, то... О, красота вообще. Ну, пусть даже если они альфа будут. Неважно. А все равно к ученым сейчас направляюсь. Или на вышку зайду. В общем, как получится. Глянем сейчас. Так, раз я буду бегать, антитоксин надо использовать. Да и давайте вколем сразу антирад вов. Ну, потому что все-таки тут... И аномалий много, и радиаций тоже много. Поэтому... Вот, два препарата я вколол. Теперь красота. Ну, конечно, перекусить немножко. Так, и что мы еще вколем? На рябиновке давайте вколем немножко. Вот так. Для полного счастья теперь можно... Не бояться ничего. И зарядим батарейками МЗАшник. Ну что, пробежимся, посмотрим. Будет ли здесь резинки? Блин, ну по идее должны быть. Смотрите, две я нашел. Вполне возможно, и здесь что-то будет. Ну давайте не будем загадывать. Так, пока пусто. Бежим дальше. Че, у меня аптеки кончились. А, нет. Есть еще. Так, ну что, ничего, ничего пока нету. Но все равно бежим дальше. Еще впереди будут аномалии. Там будет видно. Медведь завалили. Я так его хотел убить. Мне, кстати, тоже покойство надо. Но зато можно сейчас там спокойно ходить. Ну что же, нету. Две резинки я нашел, но больше нет. Я что-то думал, что может быть респрезинок начался. А может быть он начался просто. Сталкер тут уже все собрали. Вот две штуки осталось. Но в любом случае два артефакта. Это уже хорошо. Поэтому давайте здесь пробежимся. Ну а что? Здесь тоже куча у нас. Куча аномалий. О, кстати, мне там же сталкер писал. Надо ему ответить. Я думаю, тебя убил. А ты еще жив, курилка. Так, ну что, давайте разделаем мутанта. И как раз сталкерам ответим. Тут мне это... Так, о, шкуру добыл. Ну что, нормально. Две резинки. Шкуру добыл. Для начала неплохо. Охотка только началась. Давайте, давайте. Разделываем дальше. Перейдем вон аномалии. Прям так и манят сталкера. Давайте пробежимся. Медведя нет, поэтому я пойду вот в эту сторону. Так, ну пойдем дальше. Ну, в общем, я решил пойти на вышку. Там как раз корень одуванчика скину. Вот, шкуру скину кабанячью. И со следователем надо поговорить. И он вроде тоже должен давать загадку. А я вот не помню. Брал я у него? Не брал. Не знаю, если честно. Так, а что у меня личка включена. Давайте общий чат включим. Так, ну что, одна шкура у меня есть. Давайте-ка еще парочку добудем. Так, пока согрели мутанты и продолжим разделывать, пока он добежит до нас. Так, ну что, давайте его разделаем. Нормально так. Впереди еще аномалии будет. Сейчас посмотрим их. Пусто. Ну, ничего страшного. А что тут нам зона подарит в этих аномалиях? О, подушка бета. Ну, смотрите, как я удачно. Так, так, аккуратно, сталкер. И еще шажочек. И еще маленький шажочек. Вот так вот. Подушка бета, это уже хорошо. Так, ну что, на пояс вешать ее не будем. В контейнер. Будем забивать контейнеры. Так, давайте посмотрим. Может быть, еще что есть рядом. Так, у нас что тут? Жарко. Жарко, жарко. Так, химические аномалии. Ну что, пойдем дальше. Да, погнали. Ой, блин, прям по аномалии пробежался. Так, впереди аномалии и лешие. Да, и пауки тут еще бегают. Больше нету паучков. Да, вроде нет. Ох, леших сколько там. Ну давайте их заколбасим. Маленький, фиг в них попадешь. Так, все. Леших вроде всех убил. А нет, вон еще один вдалеке есть. Давайте его для полной картины. Готов. Так, аномалия пустая. Идем дальше. Ох, не всех я убил. Ох, не всех. Так, ну теперь вроде все. Так, здесь ничего нету. Так, ладно, двигаем дальше. Впереди кабан. Кабана сагрим, конечно. Так, давайте разделаем кабанчика, посмотрим. Одной шкуры как-то маловато. Оху-то еще. Хотя бы парочку. И будет вообще тогда отлично. Но пока вот так вот. Зато сало есть. По аномалии пробежался. Так, давайте наверх прям залезем. Стоп, тут же тоже у нас аномалии есть. Так, разделом очередного кабана. Давай пониже-то спустимся немного. Вот так вот. Сейчас посмотрим по окрестностям, что там, если будут кабаны, сагрим всех сюда. Всех тут убьем. Ну, я уже вижу, там где-то вон кабан бежит. Да, давайте так и сделаем. Так, раз, два. Ну, вот я двоих вижу. Троих даже. Так, пока троих достаточно. Ох, троих заколбашу я? Нет. Ну, а ты че стоишь? Так, троих заколбасили. Вон еще вдалеке один. Че, не достает? Да, не достает. Слишком уж далеко. Ну, а вот теперь достало. А вот еще двое. Вернее, один. Так, ну где вы там? А, вот. А, вот. Так, ну все, пора разделывать кабанов, а то трупы исчезнут. Давайте мы этим и займемся. Так, ну что, хотя бы одна шкура, я думаю, будет с этих кабанчиков. Не факт, конечно, но вдруг повезет. Так, ну-ка, ничего нету. Давайте еще. О, вдалеке еще появляется. Не успеваешь этих разделывать, а появляются новые. Тут можно вообще надолго, я думаю, зависнуть и охотиться именно на кабанов. Сало. Так, нету ничего. Последний кабан. Так, все, хорош. Надоели мне эти кабаны. Нет в них что-то шкур. Ну, хотя одну добыл-то. Ну да. Пойду на базу. На радиовышку мне надо идти. Скину там вот эту шкуру, которую нашел. Опа. Дождевик. Грушевидный. И чей-то схрон. Так, что тут у нас интересное. О, патроны. Так, древесину возьмем. Крем нафиг не нужен. И пули мне такие тоже не нужны. Возьму только то, что мне нужно. Все, остальное, может, кто другой найдет. Пригодится кому-нибудь. Блин, по дороге кабан. Но надо убить его. Все равно он на меня сагрится. Ох, ты с незаряженным стволом бегаешь, сталкер. Ну что же ты. Так, ну раз убили, давайте разделаем. И ничего нету. Так, ладно, все. Хорош, кабанов стрелять. Бегу я на вышку. Детектор можно убрать уже. Так, ну в окрестностях вроде никого нету. Вроде все спокойно. Вроде, вроде. Атомики. Так, что-то я вообще не в ту сторону побежал. Радиовышка-то вообще в другой стороне. А я что-то погнал, блин. Давайте по дороге выпьем воды еще. Колбасой закинемся. Все, колбасы больше нету. Да, колбаса кончилась. У меня есть сырое мясо, есть жареное мясо. Да, тушенка есть еще. Поэтому я особо не расстраиваюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что же, я на базе. Давайте подойдем к следователю. Вроде он должен будет давать загадку. А может быть, я выполнил ее. Ничего. Не, наверное, я у него брал уже загадку. Да, не помню. Потому что загадки я начал давно проходить. Может быть, у кого-то брал, у кого-то нет. Так, ну что же, давайте... Наемник-кладовщик. Открывай кладовку. Угу. Посылки. Так, посылок нет. Ну да, я тут был уже. Брал. Давайте скинем шкуру. Ну что, спирт токсичный, конечно. Трубу, мясо. Куда мне столько? Ноги. Все это продам. Так, дождевик. Адуванчик. Так, давай-ка возьму аптеки. У меня есть, конечно, но лишний не помешает. Так, три антирада у меня. Возьмем еще один антирад. Так, ну и, конечно, отправим посылку. Так, вороватому кладовщику. О, как раз спирт ему отправим. Адуванчик как раз туда же. Ну давайте мясо-то уже отправим. Трубки и дождевик. Все туда как раз пойдет. Ну и руки ББшек. Отлично. Так, сейчас я тут немножко отдохну. И двину дальше. Так, я отдохну и планирую. А куда я планирую? Да, планирую к ученым. К ученым сбегать. Артефакты как раз продам. Ну а что, две резины под ухо. Даже у меня три резины. У меня еще резина гамма. Но резину гамма я на инструк продам. Хотя, можно и ученому впарить. Артефакты я люблю продавать на Гурмане, но на Гурмане я не скоро буду. Опа, стреляют. Кто-то стреляет. Не в меня ли там? Так, давайте берег расчистим. Так, ну что, погнали. Вроде парочку убил. Добегу сейчас до ученых. Потом к этому, к доктору Ватману, кажется, его зовут. Который сидит. Вот вроде он загадку дает, не знаю. Посмотрим. Может быть, я брал. Вот если честно, не помню уже, какие загадки брал. Надо посмотреть, что ли. На Сталкер Вики там информация по этим квестам есть. Сверить, у кого я брал уже, у кого не брал, чтобы вот так не путаться. Ну ладно, пока бежим к ученым. Может быть, здесь по дороге сейчас еще пару артов найдем. Ну а что тут? Аномалии хорошие. Так, ну тут мне нужно быть аккуратным. Тут спартанцы на мосту. У них укреп точка. И поэтому можно кого-нибудь встретить. Надо быть внимательным. Так. Аномалия, аномалия. И впереди аномалия. Это хорошо. Что-то у нас жарко. Жарко, действительно. Вроде пусто. Здесь тоже пусто. Ну что же, идем дальше. Так, ну а что? Может быть, тут хозяева леса будут? Можно парочку подстрелить, если бегают. Почему бы и нет. Оп-оп-оп-оп. Так. Так, аномалии есть. Артефактов нету. Эммутантов тоже не видно. Идем дальше. Сталкер у нас стреляет их. Так, ну что, пока все спокойно. А, нет, вон хозяева стоят. Ну, там сталкер их стреляет. А вот можно одного согреть. Ну нет, он уже согрел. Он нам был раньше. Я вон беса ранил пока. Ух ты, е-мое. Их там сразу двое-трое. Что-то там свою лапу тянешь. Еще не добежал даже. Так, давайте точку сохранения сначала возьмем, а потом прошвырнемся по этим аномалиям, посмотрим. Может, и артефакт завалялся. Все, точка. Точку я взял, а теперь прошвырнемся. О, кстати. Артефакт. Ну да, это всего лишь марева. Ну, я к ученым пойду сейчас, его там и продам. Хотя могу и себе оставить. Тоже на мое усмотрение, конечно. Так, девять и троечка. Троечка. Ладно, пойдем дальше. Ой-ой-ой. Так, блин, вот я как раз попал в эту аномалию, именно в таком положении. И не туда, и не сюда. И вот так буду прыгать, пока не умру. Да, ну вот бывает вот так вот именно засосет. Нестандартно. Но тут только смерть. Ничего не поможет, отсюда не выпрыгнешь уже. Давайте подождем, когда я сдохну. Все, умер. Будем надеяться, ничего не потеряю, хотя мне терять-то особо нечего. Марио торгует. Сало потерял. Ну ладно, подумаешь. Потерял, потерял. Давайте пробежимся все-таки. Опа. Да что ж такое. И в Электру влетел. Так, что-то я чувствую, мне тут не везет. Давайте, ну его нафиг. Погнали отсюда все-таки. К ученым пойдем лучше. Итак, я пересек вулкан, но там ничего интересного нету, поэтому... По-быстрому пробежался. Что ж, давайте включим детектор. Тут можно... Найти какой-нибудь артефакт. Марио. Ну, ту же самую резину можно найти. Или какой-нибудь экранчик. Аномалии присутствуют. Поэтому пробежимся. Так, ну вот я, можно сказать, уже у ученых на базе. Сейчас сдам артефакты им. Мне еще, кажется, посылку надо с деталями отправить. Обратное. По ошибке отправил именно сюда. Так, ну что, выключаем детектор. Автомат на плечо. Сколько сталкеров сегодня тут. Да, многовато. Наверное, ведунов опять не получится пострелять. Так, давайте к ученому кодовщику подойдем. Открывай хранилище. Да, вот как раз эти электродетали. Я немножко не туда их отправил. По ошибке. Поэтому я сразу создам посылку. О, Макс земель готов. Ученый кодовщик. О, какая-то посылка. От сталкера. Так, это куда мы отправим? Кодовщик бандитов. Потому что оттуда я буду прыгать именно на аэропорт. Электродетали отправляем туда. Так, больше ничего не нужно? Да нет, в принципе, ничего больше туда отправлять не надо. Поэтому только электродетали. Все. Давайте посылку получим от сталкера Макс земель. Он мне прислал... Ох, нифига себе, сталкер. Четыре одноразовых одинарных контейнера. Фляжку и два костра. Спасибо тебе большое. Пригодятся. Вот что-что. Одинарные контейнеры я часто использую, когда продаю артефакты на доске. Тут вот у меня резина гамма есть. Давайте ее, наверное, продадим ученым. Резину не особо часто беру. Какой-нибудь стабилизатор или подушка. Так, деньги есть. Показывай товар. Давайте все продадим. Что у меня есть в контейнерах? Марьева. Нет, это Марьева мы оставим. О, кстати, давайте и вот это Марьева кинем туда же. Для крафта мне пригодится. Не будем продавать его. Подушку продадим. Две резины альфа. И резину гамма. 145 тысяч. Нормально. Ноги. Клыки. Свинец. И еще 7 тысяч за части мутантов. Я думаю, это очень неплохо. А что же я тут бегаю? В маске надо. Маску надеть. Так, ну что же. У меня 606 тысяч. Неплохо. Давайте сбегаем к доктору Ватману. Так, а где он находится? Он где-то вот здесь находится, да? Да. Но перед тем, как мы туда побежим, давайте возьмем квеста. Снова клоны. Я его устраню. И пойдем в ту сторону. Ну да, действительно. Заодно квест выполним. Заодно прошвырнемся там по аномальным полям. И пойдем уже искать этого ученого, который там на задворках сидит в локации. Пробежимся, конечно. Рядом с кладбищем. Сталкера вроде не видно. Ведунов тоже. Ну что же, бежим. Убьем клона. Ну конечно, кокушник подберем. О, ромашка. Тоже подберем. Все, это пригодится. Блин, по дороге кабан. Так, ну его конечно нужно разделать. Сейчас посмотрим клон. Где там клон? Где он? Не вижу его. Издалека было заколбасить. Блин, ну не вижу. А, вот он. Есть. А вот теперь можно и кабанчика разделать. Ну что же, я его убил. Вдруг там шкура. Все же может быть. Поэтому нужно разделать. Нет, шкуры нет. Но могла же быть. Могла. Поэтому. Идем дальше. Так, давайте включим детектор. И пробежим вот эти аномальные поля. Стабилизатор тут. Как нифиг делать, можно найти. Ну или Марьева. Тихо. Нефиг. Так, ну пока ничего нету, но, как вы видели, на базе сталкеров много. Что им тут делать? Правильно, половина стреляет ведунов, хотя вот пробегали, что-то я там сталкеров не заметил. Половина бегает, вот тут фармится, поэтому за последние, наверное, полчаса тут ни один сталкер пробежал. Не только один, там человек 2-3 точно уж было. Не факт, что я что-то найду здесь, но если не искать, и подавно не найдешь. Поэтому всегда нужно пробегать аномалии, даже если в округе много сталкеров. Так, ну что, ничего нету, ладно, погнали дальше. Мне вот сюда нужно. Да, там как раз тоже аномалия есть, и вот этот доктор сидит. Я у него вроде не брал, КВС про загадки. Посмотрим. Перейдя аномалия. Это Марьева. Ну, а что Марьева? Марьева здесь можно подбирать. Подобрал, пошел продал ученым. Она не успеет протухнуть. Ну, даже на Марио мне не везет. Хотя нет, вот везет, смотрите. Одну Марьева нашел. Нормалек. О, я как раз его в контейнер положу. Точно, у меня один контейнер же свободен. Как раз под Марьева. Вот я забью один контейнер. Вот для крафта все. Все остальные Марьева буду продавать, если найду. Вот, кстати. Вот еще. Копейка, вроде, да, стоит. Марьева там. Мелочь. 10 собрал, уже продал. Нормально. На те же самые патроны, на аптечке. Почему бы и нет? Тем более, ничего тебе это не стоит. Ты же не специально прям идешь искать там. По дороге просто бежишь. Раз нашел, подобрал. Нашел, подобрал. Нашел кабанчика, убил. Ух ты. Так. Начем хороший автомат, это не дробовик. Тут можно просто веером. Спустить пули. И одна. Две по-любому попадут. Ну, давайте кабанов тут постреляем. Ну, а что? Раз уж я тут иду, тут кабанов много. Не шкуру, так сало добуду. Давайте разделаем. Детектор пока отключим, чтобы батарейки не садились. Не тратились, вернее. Так, ну что? Одной шкуру мало заходку. Надо хотя бы парочку. Ну, в идеале три, тогда будет вообще отлично. Так, ну что? 145 тысяч я заработал уже. Нормально. Покроет расходы на аптеки, на патроны. Даже еще в плюсе буду. Плюс шкуры для квеста. Да, плюс еще не считая 40 тысяч, которые я получил за квест блокбастер, потом от Ахмеда еще 15 тысяч. То есть в итоге так нормально выходит. Прибыльная, хорошая вот эта локация именно везу. И вот многие спрашивают, как фармить, как фармить. Ну вот смотрите, я бегаю. Выполнил квест, да, там, к примеру. Нашел артефакты по дороге, продал. Части мутантов вот я продал тоже. Вот по чуть-чуть там собираешь, там собираешь. И в итоге выходит и на патроны, и на еду на все хватает. И даже еще в прибыли остаешься. Вот и весь фарм. А чтобы такого прям пришел на какое-то место, бац, и кучу заработал. Такого не бывает. Нигде, ни в жизни, ни здесь. Везде там немножко, там немножко. И в итоге у тебя нормально получается. Так, ну что же. Вот эти домики. О, артефакт. Так, я как-то вот так бежал. Краем, краем, краем глаза сцепил. Это Марьва, да? Ну да, скорее всего Марьва. Давайте подберем его. Семерка и двойка. Так, ну что, бежим дальше. Так, ну вот эти дома. Тут и где-то сидит этот доктор. Полоумный. Вот кажется, он в том домике. Один тут на задворках отвисает. Кабан, иди сюда. Вдалеке еще кабан. Давайте разделаем его, посмотрим, что там внутри интересного. Ну, сталкер тоже охотится. Один спартанец. Подозрительный цвет у сталкера. Но не красный. Так, ну что ж, давайте сбегаем. Не знаю, даст ли он мне загадку. Не даст. Вернее, задание, чтобы потом получить загадку. Может быть, я у него был уже? Да, не помню. Но давайте проверим. Ватман. О, загадку вспоминай давай. Блин, ну ты и чудак напугал даже. Думаешь, знаю загадку. Ну, правильно думаешь. Только вот с чего мне тебе так ее отдавать? Сам посмотри. У меня тут не курорт. Собственно, наоборот, жуть одна. Ватман, только не наглей. Тут болото рукой подать. Ты уже настреляй. Стрельный воробей. Сразу видать. Десять лап в верлек нужно. Отлично. Я взял квест Дай лапу. Очередная загадка. В общем, верлек нужно стрелять на болотах. А десять лап им принести. И в итоге он мне расскажет загадку. Слушайте, ну это неплохо. Так, далеко продойти. Давайте выделим этот. А может быть купить их? Ну а что, деньги есть? Может быть кто-то тут лапу продает верлек? На базе ученых. Какая разница? Настрелять или собрать? Действительно. Давайте сбегаем, посмотрим. Вдруг кто продает. Может быть у сталкеров кого купим. Но бежать на болото, согласитесь, это далеко. Это вообще... Вон. Куда ж идти? А потом возвращаться опять к нему. Надо попробовать купить. Туннель какой-то. Так. Чё-то я не могу выйти отсюда. Сбегаю сейчас на базу, попробую купить. Действительно, может кто продает. Ну а там видно будет. Нет так нет, пойдем постреляем. Но в принципе не обязательно именно сейчас бежать. Рано или поздно я пойду туда, настреляю. Рано или поздно я вернусь опять сюда же. Да, потому что все остальные загадки у меня на новой земле. На тунгуске и на... На караване, да. Это чьё? Ладно. Так что я по-любому буду сюда возвращаться. Ну и как раз дам. В общем, мне не к спеху, но если получится купить сейчас на доске лапы верлиоки. Блин, а у меня вот недавно были лапы верлиоки. Буквально в предыдущей фотке я сам себе их отсылал. Я получал кровь верлиоки с них. Блин, ну кто же знал, кто же знал, что... Ватман тоже даст загадку. Ну вот. Оказалось, что дает. Ладно, давайте разделаем кабанчиков, посмотрим. Может быть, шкура будет. Нет. Хотя кабанов я уже достаточно убил, по идее. Там хоть и рандом, но должна уже вторая выпасть. Но вот пока не выпадает. Ну. Ну зато сало. Так, ладно, давайте аномалии проверим. Так, ну что, очередной кабанчик? Давай, дружок. Делись, шкуры. Да что-то нету. Что-то мелькнуло или мне показалось? Да, показалось. Ладно, бегу на базу. Если повезет, куплю лапы. Нет. Ну, ничего страшного там нету. Так, надо воды бы набрать, скопитить. У меня две пустые фляжки уже. И вот последний глоток остался. Так, древесина есть. И как раз можно мясо пожарить, немножко отдохнуть. Сейчас попробую купить. И потом уже сделаю небольшой перерывчик с развязанием костра, с жарением мяса. Ну и, конечно, наберу тут воды. И скипячу еще водичку. Так, деньги есть показывать товары. Давайте продадим сразу. Марьево, клыки, ноги, свинец. Ну вот, 10 тысяч. Вот, понемножку, понемножку. Так, ну и, конечно, посмотрим. Лапы верлиок. А если он говорит, что здесь на болотах обитают верлиоки, то там обычные взрослые. То есть, нужно лапы взрослых верлиок. Так, лапы верлиоки. Вот такие нужны вокзали. О, смотрите, ученый-кладовщик лапы верлиоки продает. Я даже париться не буду. По 2040 нормально. Покупаю, в общем. Даже искать дешевле не стал. Нафиг надо. Есть все, купил. Ну-ка, те самые. Да, я собрал необходимое количество. Но мне нужно 10, а я собрал 20. Поэтому я разделяю. А из остальных сделаю себе кровь верлиоки. Так, ну что же. Челюсть полярной собаки. Нет, рано еще этот квест проходить. Ну, давайте подойдем. Может быть, уже время пришло. И можно будет взять. Нет, 2 часа 11 минут еще до выполнения этого квеста. Соответственно, квест про Боровов тоже. 2 часа еще нужно подождать. Так. Ну что. Давайте 10 скинем пока. Скинем мясо. Скинем кокушник. Ту же самую ромашку. И сбегаем, сдадим загадочку. А потом можно уже и пожарить, и костер развести. У меня, смотрите, что тут у костепрутера еще даже есть. О, е-мое. Сам себя отправлял. Ну, а костепрутера мне сталкер присылал. Блин, столько посылок еще нужно получить. Ну что же, побежали обратно к доктору, но уже с лапами. Нормально так. Не пришлось бегать, стрелять. А, ну, представляете, это идти, надо стрелять. Это не трудно, конечно, но это долго. Туда-сюда ходить. Ну, 40 тысяч. Не проблема. Как раз он по квесту получил их. Вот, считай, потратил на другой квест. Нормалек. Вот так тут у нас аномалии. Давайте с включенным детектором пробежимся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сталкер, аккуратнее. Так, жарко. Но пустая. Так. О, смотрите, там и кабаны впереди. Целых три штуки. Давайте последнего сагрим. Убьем все-таки, надеюсь, еще найти одну шкуру. Так, ладно, пока он бежит, давайте разделывать. У меня есть продолжение разделки, поэтому... Хотя, пока он добежит, я уже смогу разделать. Ну, да. Ух ты, патроны кончили. 77 патронов. Нехило, я тысячу патронов расстрелял. Но зато привычку набиваю на ствол. Нормально. Так, тем более, у меня скальпель. Скальпель мне нужно отнести к хмырю, а хмырю у нас сидит на ЛВЗ. Все правильно. А там как раз и патроны мы прикупим. Сало, 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 сало. Сало, конечно, я уже нормально собирал. Сколько? Не вижу, пять или шесть, кажется. Ну что же, бегу опять к этому доктору сейчас. Сдам квест. Да, наверное, сбегаю к мастеру. Нужно патроны прикупить. Все-таки кончились еще штукарек. Закуплю себе. Даже можно два. Так, ну что, вот этот доктор. Вот лапы, где загадка. А, спасибо тебе, вот награда, а вот и загадка. Все по чесноку. Не дерево, а с листьями. На листьях мясо. Мясо это бесвкусное, несъедобное, но полезное. Супер, спасибо, давай не скучай. Закончить диалог. Тут даже за это какой-то опыт дается. У ученых на 50, у охотников на 10. Тысяча выживания и тысяча поддержки. Итак, я прошел очередную загадку. Отлично, у меня осталось. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять загадок. Если учесть, что железный человек, я собрал уже все, что нужно. Значит, восемь. Мне нужно найти всего восемь персонажей и получить от них задание. И выполнить эти загадки. Ну что же, отлично, отлично. Я даже не буду возвращаться к ученым. Мне там делать нечего. Я бегу на ЛВЗ. Опять на ЛВЗ. Откуда начал ходку, там, наверное, я ее завершу. Я хочу зайти к мэрю и отдать ему все-таки инструменты от... Для мастера это скальпель. А там уже решим. В общем, рванули. Ну да, тут у меня, в принципе, есть аптеки, есть антираты. Единственное, патронов нет. Поэтому идем туда. За патрами. Пульк. Ну, тут не страшно. Здесь я не утону. Побежали по дороге. Постреляем кабанчиков. Ох, там он и сколько бегает. У меня патронов, правда, мало. Надо с пистолет-пулемет их пулять. Думаю, так, да. Немножко согрели, а потом уже с пистолет-пулемет. Блин. Чуть не убежал. Так, ну что, давайте его. Обыщем, посмотрим. Вот тоже грузовик по какому-то квесту, наверное. Скелет валяется. Так, ну что же, еще один кабан в мою копилку. Давайте его разделаем. Все-таки надеюсь найти еще одну шкуру. Ну, а там как повезет. Ну, нет, да что такое? Опять нет. Ладно, я бегу в сторону ЛВЗ. Вот, уже закат, в общем, я с утра начал ходку. Вот, бегают целый день. По Везувии уже солнце кланится к закату. Время 5 часов вечера. Скоро станет темно. Ну, а когда темно, скорее всего, будет выброс пепла. Не может быть все идеально. Ну, ничего, я буду уже под крышей. В баре. Так, ну что, по дороге, может быть, еще пару артов найду. То же самое Марио. Так, давайте немножко отдохнем здесь. Постоим и потом продолжим. Так, ну все, постояли. Крысы у меня, к сожалению, нет с собой. А бегать все-таки лучше, когда немножко постоишь, отдохнешь. Выносливость прибавится и погнал. Так, ну и, конечно, кабаны. Разделываем понемножку кабанчиков. Блин, опять шкуры нет. Да что такое? Так, очередной кабан. Ну, где-то там вдалеке был еще один кабанчик. Ты где, дружок? Блин, прям солнце в глаза светит. Не вижу тебя. Ладно, давайте пока этого разделаем. Нормально. Бежим дальше. У нас шкуры, конечно, нету. Это ненормально. Сколько кабанов уже убил, блин. На второй шкуры все что-то никак не добуду. Ну, да, печально, печально, конечно. Ну, что же. Так, давайте разделаем очередного кабана. Детектор можно выключить. О, головач продолговатый. Хороший гриб. Нужный, полезный. Сейчас я его подберу. Опять шкуры нет. Да, е-мое. Но зато грибок нашли. Так, ну что, побежали дальше. Кабаны еще, конечно, по дороге встретятся. О, ягоды, земляники. А вот и кабаны. Кабаны. Так, а где твой друг убежал уже? Немножко не дострелял. И вот он свалил от меня. Ну что же, ладно. Фиг с тобой, беги. Так, ну что, у меня последние патроны. На сик и все. Да, последние патрончики остались. Ладно, бежим тогда уже побыстрее. Не будем особо стрелять никого по дороге. Есть всего 150 патронов. В незаряженном стволе надо зарядить. Опа. 120 осталось. 30 в магазине. Так, да, наверное, хорош стрелять кабанов, потому что вдруг сейчас понадобятся патроны, а у меня даже застрелиться нечем будет. Солнце светит прямо в глаз. Мы бежим вперед. Ну что же, я вот почти уже добежал. Так. Так. Ну, мне это не нужно. Вот, схрон нашел. Да, ну дорога тут спокойная. Ничего особо не было по дороге. Ну, пару кабанчиков. Патронов у меня почти не осталось. Вот, 15 в магазине и 120. 9, 19. Ух ты. А это кто у нас? Не, блин, не будем стрелять. Патронов нету. Даже от кабана вот нечем будет отбиться, если что. Да, я вот мимо кабана пробежал. Что-то не везет мне с ними. Хоть я и много пострелял, можно сказать, прям такая нехилая охота на кабанов получилась. Ну, в эту ходку. Ну, и артефакты понашел, конечно. Одну загадку выполнил. Тоже хорошо. Ну вот, всего лишь одну шкуру добыл. Еще на рябинушке там. А вот здесь что-то нифига не везет. Так, ну, вроде спокойно здесь. Сейчас иду. Хмарю скальпель, отдам. Куплю патронов. Ну, и останусь в баре. Ну, нет, не буду я больше пьянствовать там. Хорошего понемножку. Предыдущая ходка была просто слишком уж сложная такая. Ну, не знаю. В принципе, все ходки сложные, не бывает легких. Но можно было отдохнуть. Ну, сегодня уже нет. Сейчас я прикуплю патронов и пойдем дальше. Ну, конечно, все это будет уже в следующий раз. Нужно будет и отдохнуть немножко, и перекусить, и поспать. Сталкер. Он же не робот. Он обычный живой человек. Так, ну что же, точка возрождения изменена. Думаю, прикупить, наверное, тысячи две патронов. Да, это дорого. Это где-то около стольника. Даже 120 тысяч потрачу. Но зато 2000 патронов мне надолго хватит. Тем более, пока я бегаю здесь по Везувию, я с удовольствием кабанчиков стреляю. Привычку набиваю. Давайте посмотрим, какая у меня привычка. О, 24. Недавно было прям вообще где-то 3-4. Сейчас уже 24. Нормально. Так, ладно. Ну что же, хмырия, приносит, что заказывали, стальной скальпель. Вы там никого не мучаете. Ну что же, закончили диалог. Получили 8 тысяч. 9-19 бронированных патронов. Ну тут самое главное, это опыт, конечно. У сталкеров на 100 уменьшается. У наемников на 50 увеличивается. У военных на 200 уменьшается. Ух ты, у меня уже минус 800. У военных надо будет репу немножко военных поднять. Ну, у бандитов на 200 увеличилось. Вот так вот. У барыг на 50. У торговцев уменьшилось на 20. Да, нужно репу у военных поднять. Но это я когда на гури буду. Так, ну что же. 9-19, я думаю. 500. 500 и 5-56. 2 тысячи купим. 137 тысяч. Ну что же. Я на них и заработал. Я вот артефакты недавно продал. На... Как раз на такую сумму. То есть, считай, артефактами я купил патроны. Нормально. Так, и не вот. У меня проводник. Ну что же, я опять в баре. Привет, бармен. Давно не виделись. Так. Так, ну что. Все. На этом ходку сталкера я завершаю. Опять примерно там, где я начал. Ну, ходочка получилась такая нормальная. В принципе, и заработал, и потратил, и загадку прошел. Увидимся еще с вами в зоне в аномальной. Ну что, всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok